27 человек за одного. Вот дожили мы и до нового информационного века. Смотрите, вот новостное агентство Associated Press. Ихний сайт. И в Судане 27 полицейских приговорили к смертной казни за убийство учителя. Замучили учителя. И если вот открыть, перевести. Вот суданцы. Тут они показывают фотографии. И вот сообщается эта свежая новость от 31 декабря. Что суданский суд в понедельник приговорил 27 сотрудников сил безопасности к страны к смертной казни через повешение за пытки и убийство задержанного протестующего во время восстания против автократа Амара Аль-Башира в начале этого года. Приговор, который может быть обжалован, был связан с убийством более 200 протестующих за демократию со времени начала демонстрации в декабре прошлого года. Так вот все теперь в мире документируется, запоминается. А протесты вышли из-за того, что он был коррумпирован. Работал не на народ, а хотел разбогатеть. Ему было мало, что он избран президентом, мог войти в историю, сделать что-то для своего народа, а в итоге получился обыкновенным вором. И вот что они делали там и издевались над мирными жителями. Все вот это вот, это урок многим президентам. То же самое мы видим в соседней Польше, что милиционеры при той власти, побившие 26 лет назад демонстрантов, в 2012 году были осуждены. 26 лет прошло, а все в мире запоминается, помнится. И люди думают, которые служат, принимали присягу, что можно нарушить, а потом все сойдет. Сейчас информационный век, и как получается, человек потом спустя 20 лет, 30 напишет заявление, родственники, дети, внуки его напишут заявление. И того пенсионера, который будет сидеть дома, получать хорошую пенсию, привлекут к ответственности. Вот так вот сейчас в мире. Так что думайте, сейчас информационный век, и Украина тут как локомотив, весь мир смотрит, как с помощью информационных технологий, телевизоров, власть можно взять. Получается, сейчас телевизор стал основным средством формирования общественного мнения. А если посмотреть, где же этот Судан? Он у нас в Африке. Вот Египет, Ливия, Чад, Судан, Эфиопия. И вот тут вот такое сейчас получается у них правовое государство. Вот фотографии из Судана. Природа. Какое здание у них красивое. Да, тут тепленько там у них. Зимой они не мерзнут. Так что, может, украинцы поедут туда еще и погреться в Судан зимой. Такая красота. Интересный купол. Ну, это пляжная зона какая-то. Пляжная зона. Пляжная зона. Пляжная зона. Пляжная зона. Пляжная зона. Продолжение следует...